В руках у молодых людей карточки с направлениями проектов. Ими ребята обмениваются друг с другом. Все это часть коммуникативной игры в сообществе. Она помогает генерировать идеи проектов и узнать механику их реализации. Фестиваль сделать какой-нибудь интересный, масштабный, на весь Тобольск. На весь Тобольск? Ну да, почему бы и нет. У нас город маленький, чтобы весь Тобольск. Вечерская область. Правильно. Авторы самых лучших идей получат сертификаты от мультицентра «Моя территория». Ребята смогут пройти индивидуальную консультацию по созданию проекта, чтобы воплотить свои планы. После игры участник выходит со своей индивидуальной картой, где он собирает на бумаге, излагает все свои мысли относительно проектирования, своей идеи проектов. И дальше уже с этими идеями он может прийти к нам на конкурс микрогрантов «Моя идея», защитить этот проект и получить финансовую поддержку и его реализовать. Игра стала возможна благодаря креативной сессии «От идеи до реализации». Ее провел мультицентр «Моя территория». Для встречи с участниками пригласили и тех, кто имеет за плечами несколько успешно реализованных идей. К примеру, Александр Кувалдин с наставником Сергеем Ивашишиным поделились своими успехами в проектной деятельности. А сейчас думают над импортозамещением в сфере IT-технологии. Именно та самая палочка выручала, которая сейчас существует, это опенсорс в сфере IT. Наши коллеги-заработчики должны сплотиться, развивать, улучшать опенсорс продукты, создавать новые опенсорс продукты, так или иначе. Есть очень большой трамплин для нашего города в плане именно технического и творчества, и даже я вам скажу не то, что творчества, а технического направления. Продвигать и реализовывать свои идеи можно в различных грантовых конкурсах от Росмолодежи, Фонда культурных инициатив и областных. Мультицентр «Моя территория» в городе Тобольске в свою очередь готов всегда помогать ресурсно и поддерживать любые инициативы, в том числе с точки зрения подачи их на грантовые конкурсы. За плечами у табуляков большое число побед в грантовых конкурсах, в которых они намерены выигрывать вновь. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобульское время.